Мы давно заметили у себя в музее, что многие зрители не просто хотят смотреть на скульптуру, на произведения прикладного искусства, но у каждого человека есть такое желание всё-таки потрогать. Проект «Трогать разрешается» часть вторая рассчитан, как и предшественник в первую очередь, на людей с особенностями развития интеллекта, незрячих и слабовидящих посетителей музея. Чтобы те зрители, которые не могут в полной мере увидеть произведение искусства, они могли бы почувствовать художественный образ через тактильные ощущения. Некоторые экспонаты изначально были выполнены из глины, гипса или дерева. Они не терпят частых прикосновений. Поэтому часть экспозиции сотрудники музея перевели в более прочные материалы – бронзу и обожжённую глину шамот. И это поможет также сохранить скульптуры на более долгий срок. Хранение памяти, истории, смыслов, которые могут расшифровать и могут, так скажем, внести в свою духовную практику будущие поколения. Посетители выставки могут своими руками почувствовать холод железа и шершавость гранита в скульптурах Александра Иванова, ощутить плавность продолговатых форм в произведениях Натальи Чудновой «Рыба, корабль и ностальгия», а также почувствовать особенную фактуру шамота в работе Олега Подольского «Блудный сын». Это ещё один вид соприкосновения человека с миром, вот кончиками пальцев всё ощутить. И, наверное, вот такие тактильные ощущения тоже важны для человека. Проект «Трогать разрешается» состоялся благодаря победе в грантовом конкурсе «Евраз – город друзей, город идей». Музей изобразительных искусств получил полмиллиона рублей. Здесь на эти средства не только организовывают выставки, но и проводят серию мастер-классов для тагильчан с особенностями интеллекта и зрения. Ближайшее занятие пройдёт 3 декабря и будет посвящено ассоциативно-абстрактной скульптуре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова